Где ты ходишь, что так долго? Хлеб просто. Ну, сразу, скорее сюда, я-то так должен быть. Так, вы еще не включали, ничего? Сережа, ты в один конец увезешь, никого не беспокой больше. И то, спаси Христос, здесь и сможешь. Да не надо. Может быть, мы поговорим, не посидим. Подумай. Я убегаю. Нет, я убегу быстро. Не бой, тебя знал, не бой. Сева! Ну, держу. Ну, сейчас объявишь, подожди. Все, ясно, мне некому. Заходи, заходи. Так, что я аппарат поставлю здесь? Не надо тихать. А Сергей, Сергей Павлович? Он снимает. Я сниму. Сережа, давай. Ну, что за дела-то? Начальник сказал? А? Начальник сказал? Сережа, ну, это неэтично. Как я неэтично против начальника есть. Начальник дал поручение. Как я против него могу? Игорь Владимирович, поеду, пожалуйста, собрание. Виктор Андреевича нет. Хорошо? Вот молодец брат. Аллилуйя. Не, не надо. Ну, давайте не хочу, чтобы сидеть, что не было. А то меня больной ставят, наверное. Я уж никому сказать не могу. Одному сказали, другому, третий. Он согласен? Надо будет объявлять, как Виктор Андреевич, так же. Ну, не больной человек. Ну, зачем это? На меня опять же нападать нельзя. Находите сюда. Стоять-то надо больше часа. Нет, я стоять не буду. Больше часа. Да мне нельзя. Зачем у нас? Ничего себе. Поставление, поставление, поставление. Как поставление, поставление? Разбережется, что ли? Вывод. 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 Невероятно. Я всегда беру. А это что? Ну, все. Это все, кто есть. Вот что вы говорили-то, вот Севастьян же есть. Он на работе. Ты вход делаешь? Да, я долго не буду. Да, я долго не буду. А, ты уходишь. Да, я долго не буду. Это пояснения различные, как читать правильную Библию, как ее понимать и разными местами. Ну такие без сильных догматов, но образуясь другими местами писания. Мы это все как бы всегда обладели, но по Библии. Николай Иванович, ну пускай мне разве не ходят. Вот, пожалуйста, вот. Не знаю. Уитрандвей живой, вот и все. А что случилось? Христос воскресе будет. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живой даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живой даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живой даровал. Господи, благослови это собрание. Благодарим Тебя, Владыка Святый, за милость Твою, что Ты нас собрал в эти праздничные дни. Прибудь с нами во все дни нашей жизни. Ангел Твой Хранитель да защитит нас от всякого рода зла. Тебе, Владыка, слава подобает Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Праздничные дни имеются ввиду пасхальные дни. Не 1 мая? Да, не 1 мая. Хотя и 1 мая тоже. Праздник весны. То есть, кульки его дочери. Прошу всех вас, своих молитвов, просить Господа, чтобы Господь избавил потеряется от огня. Опасность великая. Дождей нет, значит засуха, везде заросль. Каждый год это идет. Пускай пал, но фермеры где-то там жгут солома, ветер донул и идет. Нам каждый год приходится... Уже было, говорят. Вчера было, да? Вчера было. Там железнодорожники, видать, подожгли там и пошло и... Странно все-таки, что думаешь. Такие великие, скажем там, дела совершает президент, дума. Вроде бы там их сотни сидят, кто-то заседает, принимает такие решения. Порой думаешь, это было решение, которое не там первое, второе, третье чтение. Можно просто, чтобы в сельсовете даже его приняли, утвердили и все. То есть, ну, оно ничего, ребят. А это каждый год выгорает сотни тысяч, если не миллионы гектаров леса. Дома горит. Дома, деревни. Уже в этом году где-то 250 домов там деревни где-то сгорело. Люди полностью сгорают. И люди погибшие, есть люди погибшие. Скот, что погибший. Сколько в это гибнет домашнего скота. Сколько зверей и птиц, это никто не сосчитает. И это из года в год. Ну, как-то можно, наверное, что-то сделать. Почему-то я не помню. Вот я, ну, 50-е годы, я уже 50 лет там с отцом уже под Пасхом работал. Никогда не чтобы где-то так горели у нас, чтобы трава горела там или поля. Не было такого. Не было. Да, вот советское... Но что-то было такое, что сегодня вспоминаю. Эх, советское время было бы, этого бы не было. Не было этого. Такой случай, я помню. Мне лет десять было. С отцом Пасхом, там где новая заря, завтра мостиком. А там поле. Смотрим, что-то человек ползает на земле и как бы что-то ищет. Ну, интересно, что же он делает. Издалека не поймешь, что он. Он на коленках ползает и что-то руками гладит по земле. Когда ближе подошли, а оказалось, этот тракторист ночью пахал поле. Тогда плугами пахали. И он не поднял плуг и круг сделал, завернул и, то есть, дерн содрал. А бригадир, когда приехал, утром увидел, ты что это сделал? Что было сделано сегодня же. Иначе вплоть до сюда дело дойдет. И он до обеда ползал, эти пласты укладывал и утромбовал, заглаживал их, чтобы не было видно. Представляете, как было? Все это. Доярки на ферме. Это я тоже помню. Но на корову ей нужно смочериться. Она глянет, бригадира нет нигде. Тогда матом на корову и опять нет никого, никто не сыхал. Почему? Ее могут направление вызвать, там, лишить что-то там, премии какие-то там. А премии давали там отрез на юбку, там, лоскут какой материал, но считалось это премия. Вот так вот было. Что-то было. А сегодня нет. Каждый год жгут, сгорает сколько. Как это? А лес, чтобы восстановить дерево. Это минимум надо 80-100 лет, чтобы сосна выросла, когда ее употребляют. Это не меньше 100 лет, чтобы восстановить это. Ну, и горит всегда, посмотришь, что это такое. Или это умышленно, думаю, делается, или что. Президент поехал туда смотреть, доказывать помощь людям. Ну, почему не сделать что-то, представляю, чтобы не жгли-то этого. Ну, это такие органы следственные, чтобы кто это сделал. Да это запросто найти-то можно, кто это сделал. Так ему бы, говорит, нажгли, чтобы и внуки его не делали бы, даже это и правнуки было. Ну, можно что-то сделать. Почему-то в Германии ни жгут такого нету. Нет. Я когда в 90-м году был, там, в монастыре жил, в Мюнхене. Ну, и в саду там убрали листья, там, и в кучу-то собрали. Я говорю, надо это, спички где поджечь. Я говорю, что ты, что ты, батюшка, нельзя это. Сейчас, говорит, через минуты полиция здесь будет. Нельзя. Никто это даже и не мыслит, чтобы зажечь такое. Понимаешь, а у нас запросто жгут, все. Ну, у нас мы как-то уже на каждом богослужении там или так встречаемся. Я всем говорю, чтобы нигде ничего не жгли у нас. Раньше жгли. Сейчас я, блин, нигде ничего не жгли, чтобы складывать. Она перегниет трава и будет. Ну, то, что не можно, можно вывезти куда-то там. Там сучки какие-то мы вывозим, там, где на краю, там, к лесу. Там перегниют будет. Там, вот. Ну, как-то так, чтобы не было. Потому что это не знаешь. Зажег, а, вроде тихо, вдруг ветерок донул. И так донул, что он перелетает десятки, а то и больше метров летят. И все загорается. Поэтому я прошу вас в своих молитвах. Вспоминайте, Господи, спаси, сохрани, потеряй от огня. Вот. Потому что ложишься с тревогой, ночью просыпаешься, и в окна выглядываешь, выйдя на улицу. Нигде ничего не видать, не горит, ни что, где-то. Потому что, если пусть их, то ночью, а когда ветер, то там просто из домов не успеет. Выскочить не успеешь. Вот так вот. Очень опасно это. Все. Ну, что еще? Ко мне какие вопросы есть? А? Через воскресенье. Через воскресенье было, да. А то на меня уже там начинает роптать. Вот, ты в Барнаул только ездил, опять ездил в Барнаул. Я говорю, зато у нас Пасха была, а у них не было Пасхи. Да. Было, было. Эх, это, ну ладно, успокоились от этого. Особенно ревнители у нас есть такие. О, ты в Барнаул, в Барнаул больше вроде легче, чем надо. Да, здравствуйте. У нас и больше здесь. Ну да. Зато прописан в Потеряевке. Да. Ну, хватит этого. И матушка у меня в Потеряевке. Да. В Барнаул столица. Так, ну что, никаких вопросов ко мне нет? 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 Ничего там не было. Ну, а таких никаких прошествий особо у нас не было. Все идет своими. Барабаш к Севу готовится там. Севки уже наставил. На боевую, значит, линию поставил все. На линию готовности, как говорится. Все это. Ждут еще рано. Земля холодная. Раньше, говорит, как узнавали, пора или нет сесть. Ну, кто выходил там-то на пашню, снимал, говорит, штаны, садился на землю и посидел как-то рановато, говорит, еще холодная земля. Геморрой вылечил. То есть. Это одно. Ну, рассказывает, что тайгер это, блин. Ну, холодная земля, поэтому... А семя в холодную землю в полу, оно побежит там и начинает... Входа-то нет, оно начинает впредь, и всхожество будет меньше, хуже. Поэтому рано-то не надо. А у нас в этом уже еще только май начался, у меня в сосед вчера, наверное, картошку садили. Рано земля холодная. Ну, потом у дедов-то ребятишки никого не будет, ну ладно. Посадили. Это как вечный зов, помните, когда предписание партия давала, когда садить. Да, да, да. А эти говорят, да они что же делают, давай рожь посадим. Да. Посадили, рожь-то лучше. Всегда так и было там, вот по указанию, к такому-то числу должны там посеять, убрать, там все, порыв вспахать и все. Ну, вот так вот, все там. У Володи беда. В пятницу после зуба я говорю, Володя, как дела? У меня беда большая. Че? Какая у тебя беда, говорю, жены нету. Ну да, да. Тут нормально. Жены нет беда нет. Жены нет, какая беда нет. Никакой беды. Ну да. Да че. В теплицу там что-то он не это, не занес, и все рассаду, то что матушка давал, он заморозил. А он сейчас на две телеги увозил, наверное, в ноги давал. А-а-а-а. И вся замерзла. Ну мороз был такой, что в корыте у меня бараном наливали воды, а я рукой не мог пробить, пришлось вилами пробивать лед. Где-то чуть не впали с толщиной. Ну это мне три назад. То есть это градусов около десяти был мороз. У нас тут поменьше немножко. Шесть. Ну вот так. Вот такая беда у Володи. Воздохните. Прямо все замерзло и ничего не отошло. Днем плюс двадцать, а ночью минус десять. Как кто ожидал? Ну там у матушки есть еще, матушка ему по все еще и говорит, у меня не все замерзло не осталось, и там еще много осталось. Поэтому она даст ему, значит, и будет еще перец там. У Лены барабашу она высадила эти капусту, и видать тоже плохо закрылась. И капуста, которая высадила, замерзла тоже. Капуста она очень нежная. Она быстро замерзла. Ну вот такие атака. В этом году непонятки вот с этим. Так все благополучно. Все живем. Всего здорово. У нас все. Ну что, какие у вас разбирать? Много Богу. Можно мне сказать? Давай. Коротко. Мне утром Надя Домуху позвонила, а у меня на тихом, как вчера поставила, не услышала. Костя поехал за детьми в деревню, помолитесь за путешествующим. Почему он не скажет, что поехал? Бадюшка, благослови. Вот это непонятно. Почему? Он не так, что проснулся, надо ехать. Конечно, заранее планирует. Это не так, что спонтанно. Раскочил, я надо ехать, поехал. Заранее, давай. Ну, трудно позвонить. Позвонил. Бадюшка, помолитесь там, братья сейчас. Почему? Что это? Ничего у тебя от этого не убудет столько. И ты будешь увереннее в пути, знать, что тебя поддерживают молитвы близких твоих. После аварии, видать, тут помню, тут не помню. Толкование на Евангелие, послушаю. Анастасия. Ну, там и так. Толкование на Евангелие. Они молодые еще. Я знаю почему. Отъеду. Нормально, нормально. Очки. Ага. Ага, да. Очковка, нет? Давай, Гереш, я почитаю. Очки я принесу тебе сейчас. А сколько надо-то, брат? Во имя Отца и Сына и Святого. Аминь. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус. И стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Толкование. «Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или поверившие, пожалели, что не удостоились видеть Его сами. Посему Он в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что Он воскрес, жаждали увидеть Его сами, а с другой, боялись Иудеев, оттого еще более желали увидеть это единственное для них утешение. «Является вечером, для того, чтобы имели время собраться все вместе, является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что Он и воскрес так же тогда, как на гробе лежал камень». «Иной подивиться, как они не сочли Его за призрак? Но прежде всего, жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом Он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав, «Мир вам!» То есть, не смущайтесь. Этим Он напоминает им то слово, которое сказал им предстраданием. «Мир мой даю вам!» Евангелие от Иоанна, 14, 27. Обрадовались ученики, увидя Господа, и об этом Он также предсказывал им предстраданием. «Увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше!» Евангелие от Иоанна, 16, 22. «А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им «Мир!» «Как женам сказал, радуйтесь, потому что пол их был в печали, так ученикам дает мир по причине брани, которую имели с ними, и будут иметь все». «Итак, прилично женам радоваться, потому что они осуждены рождать в печали, а мужчинам быть мирнее по причине брани за дело проповеди». «Показывает вместе и благие следствия креста. Это мир. А как крестом приобретен мир, то я посылаю вас на проповедь». «Вутешение же им и ободрение говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. «Вы примете на себя мое дело, посему бодрствуете, ибо я буду с вами». «Примечай самовластие. Не сказал, я умолю Отца Моего, и Он пошлет вас, но я посылаю вас. Дует и дает им Святого Духа. Теперь Он уделяет им несовершенный дар Святого Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святого» то же, что «будьте готовы принять Духа». Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и духовную благодать только, не воскрешать мертвых и творить силы, но прощать грехи. Посему и прибавил, кому простите грехи, тому простятся, показывая, что Он дал им этот именно вид духовных дарований, прощения и грехов. По вознесении же Его сам Дух не сшел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование. Стоит узнать, для чего Он является учеником не в Галилее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей и Марк говорят, что Он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же Он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают, что же такое? Он ведь не сказал, что Я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать то, что ведь Он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к двенадцати. Итак, нет здесь никакого разногласия. Ибо в Галилее Он явился всем, а в Иерусалиме двенадцати. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие другие. Иногда и два-два евангелиста сообщают об одном и том же, но что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой. Примечай, пожалуй, достоинство священников. Оно божественное. Ибо отпускать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога, хотя бы они были недостойны. Что от этого? Они служители божественных дарований. Благодать действует через них. Как проглаголовала некогда через ослицу Валаама. Числа 22, 28, 30. Итак, недостоинство наше не препятствует благодати. И как через священников подается благодать, то должно их почитать. Евангелие Танна, 20 глава, с 24 по 29 стихи. Фома же, один из двенадцати называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ним. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Толкование. Фома не был с учениками. Вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния. Что значит замечание, называемый Близнец? Это значение имени Фома. Ибо как кифа значит камень, так и Фома значит Близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав от самого рождения. Как показывает самое имя. Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным. Почему и обвиняется в неумеренном любопытстве? Ибо как скоро верить легкомысленно, так и сильно упорствовать дико и грубо. Смотри, он не сказал, я не верю глазам, но присовокупил, если не вложу руки моей. Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это от учеников. Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя восемь дней? Для того, чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время. Господь, желая показать, что он был с ними и тогда, когда Фома высказывал пред соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала он говорит с упреком, подай руку твою, но потом разумляет, не будь неверующим, но верующим. Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно. Некоторые в защиту Фомы говорят, что он не скоро поверил по своей основательности, ибо вот Господь называет его неверным. Смотри, как тот сначала не верил, от прикосновения к ребру сделался отличным богословом, ибо он проповедал два естества и одно лицо в едином Христе, сказав, Господь исповедал человеческое естество, ибо Господь употребляется и об людях. Например, Господин, если ты вынес его, Евангелие Таана 20.15, а сказав, Бог мой, исповедал божеское существо, и таким образом исповедовал одного и того же Господа и Богом. Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит, блаженны невидевшие и уверовавшие. Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших. Ибо многие говорят, блаженны очи, видевшие Господа. Он утешает таковых, говоря, что боли блаженства в том, чтобы не видеть и веровать. Таким образом, тело нетленное оказалось имеющим... Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукою человеческое? Все это было делом снисхождения. Ибо тело, вошедшее через запретные двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости. А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и для того воскрес, имея знаки креста и раны. Так же он и ел. Ел не по нужде для тела, но для удостоверения в воскресении. И посему, как прежде распятие, ходя по волнам, Марка 6,48, он имел тело не иной природы, как и ныне, показывает оно осязаемым и имеющим раны. Однако же, хотя оно осязаемо и видимо, но нетленное. Ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и изменяется. Матфея 15,17. Чего у Христа после воскресения не было. Но вкушаемое, принимаемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо некоторой невидимой и божественной силой. Заметьте то, как для одного человека Фомы Господь не отказался снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую. Так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого. Еще чуть-чуть. Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Толкование. Ибо Евангелист прибавляет, сотворил предучениками своими. Чудеса же до страданий Господь творил не предучениками, а пред всеми. Посему Евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении. Ибо обращаясь с одними только учениками в течение сорока дней, Он представлял доказательство воскресения. Как до страдания Он творил чудеса в подтверждение, что Он Сын Божий, так по воскресению Он совершал чудеса предучениками в подтверждение, что Он Сын Человеческий. То есть носит тело, хотя и нетленное, и боговиднейшее, и уже не подлежащее законам плоским. Итак. Из многих чудес, совершенных по воскресении, записаны одни только эти. И то не из хвастовства или для приложения славы единородному, но говорит для того, дабы вы уверовали. И какая польза и к кому относится? Не ко Христу. Ибо какая польза Ему от нашей веры? Но нам самим служит. Ибо веруя, что Он воскрес и жив, мы приготовляем сами себе жизнь. Ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что Он мертв, а не воскрес и не жив, то сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель. Господу нашему слава, славитель и ком, аминь. И так, вот хотелось бы на память пришло, сегодня Ян Златоустый нам говорил, что мы принесем Господу, какое богатство соберем и что покажем, какие у нас будут одежды и прочее, и прочее. То есть добрые дела, где мы были, что творили, добро или зло. Это понятно. Но хотелось бы вот это все направить в наше сегодняшнее. Вот батюшка сейчас говорил, что молитва Богу о потеряхке, что Бог сохранил и прочее, и прочее, и прочее. Ну, Господь, конечно, своих не оставит, как воздушно-десантные войска своих не бросают. Так и это то же самое. Господь своих не бросит. Но, хотелось бы сказать вот что, а что сделал ты, чтобы себя обезопасить? Во всех деревнях раньше было, ну, раньше, я считаю, раньше, там, 30-40 лет назад, на доме висела, вот, деревня Потеряевка, я там часто был, уже там 40 лет, ой, Потеряевка, извините, Петровка. На доме ведро, багор, топор, ведро, багор, топор. То есть, что, на случай пожара. Она деревня в лесу, вообще. Там это был пожар, вот, когда весь лес выгорел. Это сколько уже, лет, наверное, 15 назад было. Ну, больше 10, это точно. То есть, и, а эту деревню миновало. То есть, совершенно случайно. Вот. Потом, мы туда поехали, с сыном, с Левой, ну, там рыбу добывать. И там, или танк, или какая-то такая землеройная техника прошла. Там полоса, ну, как-то, противопожарной шириной. Ну, вот я на легковой машине свободно, там две машины разойдутся. Она прошла и опахали после пожара. То же самое можно сделать впредь. А почему, например, не завести, вот на такое противопожарное время, или пожароопасное время, средство пожаротушения. Для... Что случилось в доме, схватил этот чемодан, там все, газ, вода, все документы, и выскочил. В одном чемодане. Не надо искать, или что-то. В худшем случае, или, вернее, даже, может быть, в лучшем, есть более безопасное место. Где-то там каменное какое-то строение, в него ящик металлический можно закрыть. Понятно. Самый обыкновенный садовый огнетушитель. Пожалуйста, опрыскивайте. Заправ его водой, все МЧС с ними бегает. И прекрасно тушит. Работая на форанте, у нас форан загорелся, там в крыше, а там сэндвич такой толстый, там минват, она пропитка. Она горит. Они ничего не могут сделать, пожарники. Туда ни ствол, ну, никак. Ничего не сделали. Обыкновенная полторашка бутылка с дыркой пожарник. Говорит, самое лучшее средство. Набрали, проткнули, и он быстро потушил. Вот, ну, то есть это элементарное противопожарное мероприятие. Вчера, еще напомню такое, это может касаться всех буквально. Ну, там у меня по газу котел проверял, это с Гургаза пришел. И он говорит, сейчас по городу почти тотально ходят, типа шарлатанов, и предлагают, значит, пожарную сигнализацию, что, ну, в случае, там, утечки газа, она сработает. Ну, что она сработает, а дом-то уже полный газу, раз. Потом ходят, значит, предлагают, ну, различные услуги. То есть, у вас должен быть нос. Это самый лучший сигнализатор, самый лучший. Вот, потому что газ взорвать просто так очень сложно. Я сам работаю с газом, на работе имеется в виду, и у нас были более, ну, конечно, взорвали котел, вата летала там по котельной два дня, это понятно все. Но это очень сложно сделать, очень сложно. Это надо или быть капитально пьяным, или чтобы мозгов не было. Вот у нас было первое. Или диверсия. Ну, диверсия, значит, я могу любую диверсию сделать элементарно, что весь Барнаул будет зимой замерзнуть. Элементарно. Человек, который имеет профессиональные способности там какие-то, он это элементарно сделает. Не говори никому в интернете сейчас. Да, я не говорю. Это за отдельные... Я не люблю. Вот. Поэтому, как бы, будьте все внимательны. И, в частности, вот у меня тетя, ей 90 лет, у них газ. Все, говорит, газ пришел, извините, мы у вас газ отключаем, потому что вам 90 лет, вы забыли кастрюлю, чайник, все, вы, а дом девятиэтажка взорвалась, и все. И их переводят на электроплиту. Все, там хоть что делать. Уже не взорвать. Это элементарное средство безопасности. Однетушитель, по идее, должен быть в каждой квартире. В каждой. Потому что, ну, случись что, не дай бог, конечно, если случится, но, действительно, деревня любая выгорит махаться. Потому что сейчас строение плотно, идут, земли мало, не хватает, немало 20 соток. Не надо... И прочее, прочее. Ну, а у нас государство очень заботливое, поэтому они обезопасивают только свои угодья. Вот и все. Это в городе эти средства тушения. У нас средства тушения какой-нибудь брезентовый плащ или широкая лопата. Да. Потому что идет он, вот, допустим, мы тушили, пошел, ветер донет. Только это буквально искра перелетела. Я здесь тушу, а сзади меня уже горит. Я уже в огне. Нет, опять, оббегаем уже... Ну... Там только ногами затаптать, фуфайками забиваем, чтобы дальше не идти где-то отбиваем. Нет, я не спорю. Ну, они должны быть под рукой всегда. Не журно. Хоть что-то. А то лопату надо искать. А это, как правило, ночью случается. Правильно. Пахать вокруг стола. Ночь самая такая. Как-то опахать? А как опахают? Опахать никак. Какое дело, что... А без опахать? Ну, как-то какое-то ровно опахать. А ты как-то опахаешь. Идет околог. Как ты опахаешь? Это опахать надо полосу делать метров пять шириной. Ее постоянно нужно, чтобы она была чистая. Чистить. Кто это? Как ты ее опашешь? Это не опашишь. Да сейчас и плугов нету. Даже опахать плугов нету. Ни чем пахать? Плугов нету. Сейчас плуги не используют. Не используют? Нет. Нету вообще. Он уже лет пять. Он даже не баронит, не пашет, ничего поля сеет. Прямо по франшолю. Сейчас новая жадка комбайна у Долгова, допустим. Пшеницу режут не под это, а пшеницу собирают только колоски. И пшеница такая, она вся стоит. Стерня от такой высоты. Стерня так и стоит. Только он, понимаешь, жадка, колоски собирают все. А это все остается. А стерню потом косят? Нет. 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 Она зажима там снег повалил, все. Потом там, что по ней сеет, все. То есть она подгнивает? Да, да. И она удобрение. Пять лет прошло, у него уже. Идешь по полю там, где они каждый день, каждый год, то есть баронит. Вот когда было сыро, то там грязь. А идешь делать барабаш, там идешь, как она мягкая, просто как, там уже такой где-то слой накопилось, а этого. И там грязь, и она дольше, сейчас жарко, она не высыхает. Уже влага там сохраняется. А те, кто это, это называется нулевая там это. Не, ну а семя-то оно должно как-то в землю загрубиться? Ну да, как это в землю загрубиться. Сеялка идет, сеялка идет. Там как бороздишка какая-то? Впереди такое, скажем, как называется колесико, оно прорезает. А, прорезает. Средом идет, куда семя закладывается, там еще сзади колесико придавляет его. А еще сзади там цепь, такая тянется, цепь она еще ровняется. Ну чтобы под землей. Все за один раз. Если удобрение, даже, которое удобрение, то и удобрение, в это время удобрение вкладывают. Рядышком, да? Все, за один проход все делает. Что это нужно было бы раньше пахать? А чтобы тернии не было? Тоже сразу? Кого? Или нет? Тернии, чтобы не было. Сорняков? Да. Ну это потом, когда взойдут уже? А, нет, вот так вот. Нет, не сразу. И потом, когда взойдут, тогда обрабатывают сорняки. Ну, понятно, да. Ну, безопасность, прежде всего, в своей голове. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот все. Ну вот сестра, нашла Татьяна. В общем, приятно видеть. Да. Прямо здорово появилась. Эти молитвы. Вот, вы знаете, такое ощущение, это даже не передать, правда. Да, бывает. Ну, да. Вот чувствуешь все эти молитвы, ну, не знаю. Ну, только вашими молитвами, честное слово. Ну, еще председатель. Ну, докторов-то не сбрасывай, которые были, скажи, и мудростью там. Размем докторов, а то наши молитвами-то. Да, ну, помолилась. Говорю, на операцию привезли меня. Я говорю, помолиться надо мне, это вроде. Ну, хорошо, молитесь. Я говорю, я не вижу врача. А он стоит уже там, как-то немножко закрыто. Он стоит в темном, одетый, и так что-то темно везде. И он поворачивается, да, вот он, я здесь. Ну, вот, я молитву прочитала. Все, ну, чтобы у него все было хорошо. На славу Божию. Все. И все, заключилось. Все сделали мне я. Всего неделю была там в больнице. Даже еще мне только-только сняли, и сразу же в понедельник выписали. Все. Сейчас не переживай. Да, вашими молитвами все прямо благополучно, все хорошо. Ну, единственное, у меня после операции образовался тромб. Вот я пошла в комиссию, надо было в комиссию, готовлю анализы. А хирург как увидела, и сразу направление у меня на операцию. Вот. Вот. Я благодарю очень Виктора Андреевича. Вот вы знаете, если не он бы, я проходила анализы полгода. Это бы если сразу схватиться, там еще небольшая была. А полгода целых сколько еще дали. И если бы не он, это вообще не пройти ничего. Вот в поликлинике это, ну, талон даже получить сейчас такая проблема большая. Вот. И вот благодаря тому, что вот он все это договорился, он ходил и сюда договаривался, в онкологию. Вы знаете, какая очередь? Вот тебя прооперировали, ты выписываешься, а на твою кровать уже там, не знаю, сколько людей стоит. Вот их три хирурга, они по две операции в день делают. И вот это, я еще минуточку одну, что вот этот тромб сейчас, это, в железнодорожную я ложусь в больницу, 14-го числа буду делать операцию. Помолитесь еще, у вас же болезнь. Это на молодежной, которая? Да, да, да. Ну вот там у нас опять же сестричка, слава богу. Ну да, мальчика. Очень благодарна вам всем, всем, честное слово. Слава богу. Всех люблю, целую всех. А где Виктор Андреевич? Ну мало ли. Ну, слава богу, кто у нас есть. Ну, про больных начали, да? Можно тогда я скажу? Пожалуйста. Ну, у мамы опять боли вернулись, у нее распространение этой опухоли, да, метастазы. И опять у нее позвоночника касается, она только в лежачем положении в одном не чувствует, а так все время чувствует. Ну, пока, правда, аппетит у нее есть, то есть она ест, ну, вес не сильно падает у нее. Ну, то есть, как бы еще, ну, она попыталась самолечением заняться, но потом поняла, что ничего там нету, там какую-то водку надо с маслом пить. Она говорит, я уже замучился, что водку пить. Я говорю, а ну ты даешь, ну там же лекарства есть, такая водка. Ну, короче говоря, ну, придумают на ходу, там, чтобы деньги надо добыть эти. Ну, и о себе хотел сказать, у меня тоже, я тоже болезный. Значит, дали мне разрешение на операцию. Операция будет, точно не говорят, ну, через год, через полтора, вот так. Созреть должен. Да, там потому что очереди есть, но с другой стороны, там где-то полгода надо будет собирать, делать перед операцией, делать анализы. Там анализов, у меня столько нету внутри. Ну, у нас за полгода, видать, накоплено. На берегу. Поэтому вот такие вот дела. По соседям. Да. Ну, то есть, там у них это как бы уже проторенная тропа. И вот уже там меняется там все это. То эти врачи нужны, эти не нужны, опять там нужны. Короче, умучишься в этой поликлинике, там бедные бабушки, дедушки, и туда-сюда ходят, они там ковыляют. Я хоть на машине. Я посмотрел, думаю, это невозможно. Надо каких-то волонтеров подключать, чтобы они всех возили туда-сюда. Я там несколько подвез, пока не разговариваю. Люди элементарно с остановки дойти не могут. Но у них еще хуже, чем у меня. Ну, там уже 90 лет, 80 лет. А они ходят в поликлинику, эти бабушки, дедушки. А это единственный интерес в жизни. Может, да, единственный интерес в жизни. Там совершенно неинтересно, поэтому не приведи, Господи, кому-то попасть. Игнать Тихонович, вам слово. Мы все высадались. Да, назидательное. Может, еще что придет. События за неделю. Прошлое воскресенье. Здесь то, что батюшка был, тут сильно-то много не пришлось сказать. Да, Пасха была. Пасха была. Да, журналист был. Шахматный фамилию, легко запомнил. Алексей. Алексей Викторович. И вот он уехал, когда здесь. Видно, что биографию теперь везде открыли. Всю жизнь проработал, можно сказать, в секс-индустрии. Вот эти передачи, которые давали там, ну, раскрепощенные люди там. Я посмотрел, это ужасно. Как остаться живым можно было. Теперь какие ему встречи, похоже, там целый коллектив устраивает. После меня он сразу же оказался, похоже, в Белоруссии. Может, я там не совсем понял. Но главное, что он у Певцова, Дмитрия. Вот снайпер, фильм, он играет главную роль. И задает те вопросы, с которыми я здесь коснулся. И везде он поминает теперь меня и Барнаул. Вот у тебя какое было такое. А тот сидит задумался вот так вот. А у него сын. С девчатой у него тоже по линии отца пошел артист. И, видимо, начал показывать, какой он сильный, крепкий. Молодой парень. Ну, как показать-то? Девушку вывел на балкон и начал показывать, где-то на перилах. Сорвался и сразу на мертвой разбился. И он говорит, как ты это перенес? И дальше, первый раз, когда ты покаялся, что у тебя было? И он говорит, а я уже по ходу речи вижу, куда он клонит его. А по-то, чтобы свое узнать, мое правильное. То есть, у него правильно или не было покаяния-то. И он говорит, а вот я ж был в Барнауле. Там есть такое, вот лапки иногда и тихо. Вот законы, это каноны разные. А Певцов посидел и говорит, вот я на службе был. Ну, первый раз действительно, думаешь, ну к чему-то так много стоит, кто-другой. Но второй раз, третий, я понял, сколько здесь заложено. Так и эти каноны. Это сразу раз назад и ничего уже не говорит. То есть, и он не поддержал, и он сразу же закрыл. Он раз работает этим, ему подготавливают встречи, оплачивают. Это его задача, чтобы было много. Он мне говорил, сделай город и делай, у тебя сколько будет людей посещаемость. Люди миры говорят, и мир слушает по-мирски. В Библии говорит об этом. Мне не надо ни много ни мало, я Богу доверяюсь. И вчера меня такими вопросами по интернету засыпали. Вот, заранее подготовиться. Я не готовлюсь, а заранее начал молиться. И когда он задает, говорит, не задумайтесь, о чем говорить. Ну и все уже к утру все стоит. И люди заходят. Первый раз мы встретили, когда по Библии всю жизнь искали, сколько новых людей приходит. Благодаря ему. И вот я не могу ничего сказать. После этого он назначает встречу, тут же, вскоре, к отцу Владимиру Головину, с которого сняли сан. Я криком кричу в интернете. Только бы он ничего дальше не делал, не благословлял. Раз ты не священник, а теперь Владимир Валентинович, ну, хватит ты побыл. Священником-то. Ну, нигде ничего не делать-то. Его сразу придадут, она прямо. Прямо сразу же. Там сейчас вокруг него стоят и ждут. Вот у него еще что? Вот это по соглашению молитвы и выставлен свой стенд буквально в интернете. Вот сколько послать? Вот за первое там сколько? Поминать, 7 тысяч там вступления, там 17 тысяч. Деньги-то огромные просто по нашим средствам-то. Ну, он доказывает, если Владимир, я ничего себе не взял. Не взял, но от твоего имени это выставлено. Молитва за этот самый настоящий симония. Это смертный грех. Он мне близок. Он дает обо мне такие отзывы. Собирается потеряем. Он меня называет своим учителем. Отец Владимир, говорю. А я должен выступить против. Понимаете, у меня ситуация непростая. Я в интернете сразу говорю, что мне делать? И при том, я один уже такой человек, который делает не так. Мне его терять, я знаю, он не выдержит то, что я скажу. А перед Богом как? Я тогда говорю, как всегда. И тогда в интернете пошли отзывы. Вот человек, которому безразличное все, лишь бы выполнить Слово Божие. Что значит в хорооческом духе? Мне нужна помощь. Все время молитесь об этом. Это очень большое искушение. Потерять такого человека, он собирался, он всемирно известный. Он там миллионы этих просмотров и получил. Лайков. Хотя у меня у самого 35 миллионов просмотров. Много где-то. И вот он уже собирается теперь в Иерусалим. Этот Алексей. 12 числа себе запомните. 12 мая он будет в Иерусалиме. И у гроба Господня будет засчитывать, которое ему накидали, кажется, там 20 что ли тысяч. И он перед всеми людьми считает списки. Иван Васильевич, Матрёна, Георгий. Сколько прочитал на одной странице? А страница 40. Ну тут у него ушло 8 минут. Получается, ему 3 часа надо стоять. У гроба Господня. Кто ж меня потерпит? Ну что делать? Ну взялся за это. Крестик окупить, там чуть-чуть мешок. Это высылать надо. Ну все это внешне оно ничего не дает. Я показываю, что по соглашению это от Бога. Ну как? Мы знаем, Маман напал на народ израильский. Погубить его. И сообщили через эту истверь, что два человека там додумали отравить царя. И теперь она не может, как цариста, закон такой, не может она пойти к царю без приглашения. На кого он жезл прострет, только тот может зайти. Во внутренний двор зашла, кто бы ни была. Он не простер, без чего сразу козлят. И она плащет, всех подзывает на молитву. И там весь израильский народ встал на молитву. Это молитву по соглашению. Особенно это сильный момент и в фильмах, когда показывают. Он молится под пепли и прахи. Бардахей. А она там молится. Не в молитве дело, дело деньги. Это поток. Поток, который не идет никаким образом в патриархию. Вчера опубликовали, сколько получают архиереи. Архиереи получают от одного в месяц до полутора миллионов рублей. От одного до полутора миллионов. Простые, которые батюшки здесь, 17 тысяч, вот такое вот где-то. Это там проверили, в Думе озвучили. Даже дунский, ну министр получает 3,5 миллиона в месяц. Вот учитель сколько получает? А который министр просвещения, он получает 3 миллиона в месяц. Слуги народа, тут еще не скажешь, очень тяжело. Истратить эти деньги. В проезд тяжело. Очень много. Вот, значит, 12 числа, в этого месяца, по-нашему, в 17.00, в 5 вечера, Алексей Викторович, шахматом, все уже знают, молятся. Давайте мы поддержим молитвы, чтобы Бог сделал так, как надо Ему. И ни советов мы ничего не даем. Молиться. Мне вчера задавали вопрос, а как узнать волю Божию? Я говорю, Бог никаких нам справок не пишет, регламент свой не показывает. А мы молимся каждый день. И то, что принимает, это Его воля. Если мы ничего не нарушали. Вот и все. И нет то, что познать волю, а знаете, какая воля? Он открыл. И воли нет Его, то, что кто-то погиб. Последний наказ Господь дал о чем? Идите и проповедуйте Евангелие. Дальше. Сидите в Иерусалиме, доколе не обречетесь силой и свыше. А за всем сила? Пиршество? Нет. Сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелем до края Вселенной. Это все выставил. Я говорю, отец Владимир, уже все у него есть. Я не выхожу на него, потому что я никогда на него не выходил кто-то. Сообщить ему это. Он рукоположен до 30 лет. И согласно правилам он должен быть исторгнут. А кто, когда все это патриарх? Патриарх Кирилл епископом стал до 30 лет. Это вообще невиданное дело. И это 6-й Вселенский собор, 14-15-е правила. Они все должны быть извергнуты. Все. На 100 смещенников может быть 2-3 останутся, которые законны. Но раз это уже есть, я ни на чем не настаиваю. Ну, Господь тебя любит и тебя отталкивает от этого, что ты больше не делал это. Иди и проповедуй. На машине можешь идти пешком пока. Маленько. Мы в окрестностях Потеряевки, которые 30 тысяч домов посетили. Домов этих. Раздавали Евангелие. Вы видите, вчера братья позавчера привезли здесь примерно, как мы посчитали, 1475 килограмм. Вот такой литературы и еще что-то. Какие-то плакаты. Кому писать надо. А 60, я замерил, на 40 см. И там, наверное, больше полтонны. Ну, этих, широких листов-то где. И все, меня здесь уже на складах привезли. Это вы помните, кому что надо. Ко мне обращайте, тебя откроют сквозь и бери, сколько утащишь. И вот про этого шахмата, вот тут другой вопрос. Он вчера, каждый день он что-то новое. Находит психолога. И каждый день он выставляет ролик. Психолог, верующий, православный. Говорит правильно. Иногда. А дальше нет. И при том, никогда не ссылаются на Писание. Слово Библии и Евангелия не встречаются. Но видно, его видно даже, бритый, расстегнутый, там, как у масонов принято. Не знаю. Но говорит-то иногда правильно. Но нигде не ссылается на Библию. То есть, я сказал, запомни, я такой-то, фамилия такая-то. И ты ко мне будешь обращаться. Ты укажи, вот, Святая Библия. Глава такая, книга такая. А зачем? Для проверки. Возьмите Евангелие от Матфея дома и полисайте. Посмотрите, сколько в одном Евангелии ссылок на Ветхий Завет. Ко Христу подступил дьявол. В этом все искушения мира, как Достоевский объясняет. И Христос говорит, написано. Четвертая глава. Четвертая. Я каждый раз думал, ну, почему не ответить Господу? Ты сам Бог. Писание Божественное. Ответь ему, сатане, так, чтобы он не подходил. Нет. Написано три раза, три искушения. И три раза написано. А когда к Господу подходили, Господь спрашивает, как считаешь? Нам ничего не знают. Как написано? Не знаю, Библии не было. А что написано? А что написано? Мы не знаем тоже. То есть, мы-то знаем. Мы в очень тяжелом положении. И вот отвечает, когда он, не, разве в Библии посыла нигде нет? А вчера связался с теми, кто против меня идет. А ему говорят, он специально послан, теперь копать. Не знаю. Но внутри у меня отношение такое, как будто я прикипел к нему. Я составил приглашение с 10 июня по 10 октября, чтобы приехал, отдельный домик даю, чем снабжаю его бесплатно. Остальное живи как хочешь, но табак не брать. Он непрерывно курит. Вот следующий он делает там, где-то был. Уже залез на деревья, он на деревья снимает, оттуда репортаж. Дальше разговаривает с зарубежной церкви. Но вопросы все, он только вопросы задает. Ни почем не видно, что изменения какие-то у души есть. Я говорю, слово прикипел означает, я его выявил в молитве, буквально выше патриарха. Первый упоминая его. Помочь Алексея звать. Что-то там есть, я еще не знаю что. Но он открыто об этом говорит. Он в Потеряевке в день-то был. И когда приехал, мне никогда не хотелось так материться, так сквернословить и так блудить, как после того, как сейчас... То есть мы на... Выходит, сутки он был запечатан от блуда. Вот последний, который был у меня, он говорит, она на 30 лет была моложе у меня, там то другое. Это его вся жизнь прошла в этом. Сутки побыл и теперь накопило давление. В Барнауле побыл, Игнать Ильич, про Барнаул-то говорите. Что вы опять в Потеряевку-то? Я про Потеряевку. Зову я его в Потеряевку, ты не слышал. В Потеряевку на лето, на 4 месяца я там буду. Я понял вас. Ну вот. Вы звали в Потеряевку и потом неправильно сказали. Побыл не в Потеряевке, а в Барнауле вам. Да, да, да. Слава угробе. Ну, главное такое. А то там за этим сильно следят. Это просто за этот ролик. И скажут, он что, в Потеряевке был? И нам не сказал. Хотел. Мы сказали. Ну, хотел. Сразу опять идти. Хода пока туда нету. Дороги не было в это время. Что и почему меня так ему на молитве, не знаю. Мне сокрыто это. Судя по тому, что есть, там ничего нету. Не о чем разговаривать. Он настроен против. Но его что-то тронуло. И уже мне пишут. Вот он сейчас там говорил об этом. Это уже ваше влияние на него. Он против, но он начинает говорить. Не знаю. Но я опять проверяю себя на молитве. Ничего нету. А душа клонится туда. Бывает и близкий человек, да не поможешься, как есть. Так. Несколько моментов. Тут разговаривали. В Германии батюшка сказал. Мы приехали к племяннице моя. Там вышла замуж. Ты выходишь, а у нее дальше там такой большой участок, и никого нет. Я говорю, земля дорогая, почему? Тут соседи все это взяли. И вдруг какая-то птичка редкая прилетела. И сказали, что она где-то здесь гвездо свела. И сразу же указание переселиться гражданам туда. Птичке это все осталось. Я такой вопрос. И что ж такое это? Вот где трасса идет, они делают тоннели для ежиков, чтобы перешли через трассу, а которые повыше, над ними переход для оленей. Вот бывает ласка зайдет, она там провода грядет. И батюшка сразу, я сейчас компания поставлю, что ты? Не рассчитаться за нее. Это в Германии. У меня сейчас из Германии, они где-то пишут. Относительно пожара, чем тушить? Николай, что говорил, все правильно, все. Но дело в том, показывает аварий на дороге, человека зажало, и он горит. Он кричит, горю, не могу. Выскакивает шофера. Первая машина, вторая, третья, четвертая. Бьют не один огнетушитель не работает. И все огнетушители там бросили в огонь уже. И он горит, и никто ничего не может сделать. Я знаю лекарства, как тушить. Когда трава высокая, то лопатой ты только искрой разбрасываешь. Мне пришлось тушить по Теряевке, когда ветер был. Высокая трава, это шинели, которые из сукна. Уходим, сразу в воду обмахнули, тяжело тушить. А дальше, как ударил, он такой вот участок сразу потушил. Все, да там искра не знает, куда тебя девать. И мы как вначале, и вал, ну, два или три человека, почти на сто метров задержали весь вал. Он остановился. Дальше некуда. Намоченная шинель. У нас эти шинели старые, где-то списанные. Сукна не горит, и захватывает много, и сразу все искры погасают. Так, батюшка ушел или здесь? Здесь. Здесь? Ну ладно, не будет говорить. Дело в том, что на Пасху не записали там богослужения. Я уж батюшке доказываю. И патриарх идет, и где Иларион служил, и у Кирилла, и монастыри. Все выставляют. И когда мы выставили свое, все, а где это такое, где такое, видят? И вдруг такого богослужения не записали. Так, Надежда Васильевна, я тебе пригласил, сейчас ты будешь говорить тебе слово. Давайте. Так, вчера раз у меня нашелся человек, который просил книги, и нет у них там Библии. Ирландия, Вахтанг, грузин, и уже получил гражданство. И думал идти на почту уже, ну, искать надо. И вдруг он сообщает. А на границе почти месяц держали, никак. В Дании также послал деньги. Датчане требуют доказать, что я автор. Отсюда послали данные, заверил везде. А докажите такое. Дальше. И наконец вернули обратно. Человек ходит, не отдали, так и не отдали. А это Ирландия. И он рассказывал, как люди там верят. Самая маленькая деревушка, обязательно католические, протестантские молительные дома. Или там храмы. Его звать Вахтанг. И он приближается совсем близко. Дальше. На этой неделе Надежда Васильевна, с кем я не знаю, она там ездит. Была у дробота. Была она у вас? Да. Надежда Васильевна, расскажи немножко. Ты для этого нужна была. А что? Протрудно. Как сидела? Как сидела? Как ты была? Что за остановка? Говорите быстрее, а то не надо больше. Все хорошо было. Мне очень понравилось там. И домик, и внутри домика хорошо. Там помогли наши сестры. А как Андрей тебя? Что? Как Андрей тебя принял? Ну он вообще такой. Мы же всегда были вместе в Потеряевке. Как старые друзья. Обнялись, похристосовались. И так всех, он и всех сестер так похристосовались они все вместе. Уважительно с нами. Да. И пошли. И он такой довольный, радостный, что мы приехали. И так благодарил он, что когда все навели порядок... Значит, порядки, да? Порядки. Так, сегодня читали, когда говорят, свят, свят, свят Господь Сававов. Вы пели, певцы. Где в Новом Завете указано, что его надо звать Сававов? Не в одном месте. Но когда я сказал, хоть один раз в молитвах произнесите Иегова, не в молитвах ничего, возьмите текст, который... Парим это, считайте из Ветхого Завета. Ну один раз в году хотя бы прочитайте, за 2000 лет ни разу. А теперь люди пишут, а мы думали, это слово к сатане относится, то есть до безумия довели на людей. Почему хотя бы один раз не произнести? И что это стало известно и в Тихии, и в Тихии выступил против меня. В интернете. Я вас рукополагал, в штецах. Разве я во имя Иегова вас рукополагал? Во имя Отца и Сына и Святого Духа? Я согласен со всем. И не надо к этому относить. Еще что-то напомнил. Но в таком тоне, вот вы подлили масло за Иеговистов теперь. Вроде я их одобрил. А мы это слышали сегодня. Где бы ни было, на том, говорит, хорошее возьми, возьми. У язычников, у варваров, говорит, поучись. Я часто привожу против вина, против алкоголя в настоящих мусульманских странах. Как они умеют? Как они сохраняют своих девиц? Да доброе можно везде взять. И вот здесь, когда мы желаем подлинно знать истину, почему мы ее скрываем сами? Вот у нас есть молитву, включили. Это Польгуева Надежда Ивановна записала, написала ее молитву. Потом принесла мне проверить. Это в несколько строчек дописал. И видите, как она написала? Буквально всеохватная молитва такая. И вот относительно женского пола. Сегодня нету Виктора Андреевича. Одному говорю, у я, нет, 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 нет. А это Сева, Сева, Севастя, ну не могут селом-то. Второй идет. Я Игорь Астрал сказал, не трожь его. Едва на ноге стоит. Это стоять надо, зачем? Галина Александровна, к слову сказать, жена последнего Жукова. Как раз Галина Александровна была, запомнил. Вот видишь, доконял всякий. Ну как я? Королева была или Совета? У нас здесь. Екатерина была. Ну вот в церкви. Англикан, епископы, они епископы даже, как они одеты и играют в футбол. Две Екатерины у нас было. Да. Значит, женщина, она не в церкви здесь. Мы вас не задолбили этим. Наоборот, стараемся возвысить. Где была Магдалина? Перед царями явилась. Какие слова ее были? Так что, если доверяют здесь и говорят, за тобой никаких правильностей нет. И поэтому, свободно говори. Если муж, говорит, теряет капитру, златоуст прямо говорит, жена занимает его место. А когда он теряет? Это когда уклоняется во что-то, там ересь или пьяница какой-нибудь. Я сказал о том, что Сававоф, хотя нет, но упоминаю. Не надо упрекать, что мы наставим, чтобы слово Егова... Нам это нигде не сделать. Но хотя домашней молитве можно сказать. Бог ни разу себя не назвал Сававофом. Нигде. Это Сафония широко раскрыл это. А когда спрашивали его, и Авраам, и Моисей, он... Как тебе имя? У меня там богов-то много. Богами назвали князей. Все вы боги. Богами называют князей, Давид говорит. И все вы умрете, как все сыны человеческие. Как тебе имя? Наоборот спросит, как тебе имя? А там и Апис был, и Мордух, и кого-то и коня было. Вал. Ну, скажи, я Егова, сущий. Яхвы, Яхвы, там это разница есть. Нет. Егова нам перевели, спятые отцы. Сущие. Там князей, с пиларетой, архимандрит Макарий. Егова будем произносить. Хотя знаем, что там гласных не было, и поэтому из-за них согласных там уже разные звуки издать. Слово Егова незапретное. Я не прошу молитву составлять, но пари, мы можем взять хотя бы один раз, засчитать и сказать. Так написано в Ветхом Завете. Считать-то много, большие куплеты. Я уже не один раз об этом говорил. Я сталкиваюсь неоднократно. Это упущение обходится нам боком. Теперь посмотрите на этот флаг. Меня не будет, вы запомните, я про это говорю. Что означает этот флаг? Это означает красное. Все рождаются в крови. И вся жизнь идет на этом страдании. Это все. Буддисты, мусульмане, христиане, язычники. Все одинаково. Значит, этот флаг ни для одной страны, ни конфессиональный. И при том возвышение. Дальше. Помышляйте о горнем, а не о земном. Дальше. Возвращим их горам. Это, что будущая жизнь была, чтобы хорошей, за гробом. Это у всех есть такое. И у мусульман, и у буддистов. Вот оно, синее небо. А далее. Ни у кого ничего нет. Дальше никто не знает. А мы знаем. Апокалипсис. 20 глава, 11 стих. И видел я великий белый престол. От лица которого, сидящего на нем, от лица которого бежали. И небо, и земля. И небо, и земля. И синее, и красное исчезнет. И будет. Я искал храм. А храма там нету. Храм сам Господь. И там будет непрерывная жертва. И что-то такое будет, что нельзя сказать. Не расслышать. И на сердце человека. Ни одного фантаста не приходило. То есть, как будто одно и то же. Свят, свят, свят Господь. Что из этого? А что-то такое, что нам не понять и не догадаться. Поэтому радуйтесь то, что вы имеете. Мне вот приходится много беседовать с мусульманами. Вот сегодня я только с тремя беседовал. Хороший разговор идет. Но он не воскрес. Он живой. Иса поднялся его живой, взял Аллах. Ребята, вам откуда знать это, когда на 600 лет вы позже пришли. У нас Евангелие. Вашу книгу я вам показываю. Коран. О, Коран у вас. Коран. Я переворачиваю по-славянски. Это, по-арабски не могут. Вот, так сказать, баран. Вы такие же бестолковые, как мы. По-славянски не можно. Вы в своей не. 160 человек опросил, и ни один не мог ответить. Не один. Они не знают. Так вот, как можно воевать против того, что самое дорогое, что за гробом тебя ждет не тлен, не черви, а вечная радость. И при том, может быть, уже через 40 дней ты это все увидишь. Сегодня один так резво начал. А потом тише, тише, тише. Желаю вам познать Христа. Вы никогда не трогайте их там название, что есть Христа. Христос из-за вас умер. Христос всех возлюбил. Откуда вы узнали, что он не умирал, когда... Да это переписывали. Вот первые страницы в Библии. О чем Исаия говорил. Извязан за грехи наши, мучен за беззаконие наши, наказание мира наше было на нем. О чем он говорит? То есть я каждый раз стараюсь найти что-то еще упущенное, и они прислушиваются. Прислушиваются, иногда даже ищут. Значит, об этом тоже надо поболиться. Вопрос очень суровый. Если где-то промахнулся, вы знаете, как у них. Нарисовали рисунки, которые были, редакция была в Даде. Расстреляли. Во Франции было, что-то они там написали. Они предупредили. А те сразу охрану на ними наняли. Охрану, кажется, три полицейских. Они явились, сразу расстреляли полицейских и всю редакцию уничтожили. С ними шуток никаких не надо. Они серьезные люди. Я не одобряю ничего, но говорю, надо быть осторожным. И чтобы мне Господь позволил это. Потому что у меня в общей сложности вчера уже 400 роликов составлено за 82 дня. И все это побудил Сергей Козлов. Кабанион, я бы никогда не знал про эту рулетку. Вот как. А как дальше будет? Один Бог только знает. Я прошу помнить, это не для меня только надо. А это и на вас. Вы как бы через меня участвуйте в молитве. Это молитва по соглашению. Самое настоящее. В какое время ты будешь, никто тебе не заплатит. Ты делаешь полюбив Господу. Этому народу, как сказать. Чтобы они это поняли. Я рассылаю, кому если надо. Чин принятия из мусульманства. Чин. Он давно, уже несколько веков составлен. И как священник должен вопрошать мусульманина. И как он отказывается. И какой должен ответ. Он должен заучить это. Это не сегодня. Вот запиши. Чин принятия из мусульманства. В интернете ты увидишь там, за какой год ты. То есть, столетия на этом стоят. Нужно, да, необходимо. Это тоже души. Но они ничего не знают совершенно. А кто последний пророк? Все одинаково спрашивают. Я говорю, Ох или я? Ой, нет, это вот про нашего сказано. Там называют его по имени. Я не называю. Я говорю, нигде не написано. Как не написано? А никто их каранты не считал. Никто не считал, не знают. Повторяю, ни одного пока не нашел. Это плачевное. Но их так научили. И он на этом стоит. У вас как? Два Бога, три Бога? Никак. Ну, Бог может ли умирать? Не может. Он Бога человек. Слово, он Бога человек. Они никак не могут принять. Я говорю, повтори. У него язык не поворачивается. Он Бога человек. По человечеству он страдал. На кресте висел. А как Бог, он был одновременно преисподник. Бесконечные галактики. И везде и всюду был Бог. Он как Бог. Бога человек. Это тайна, которую должны принять или не принять. Но повтори, что он Бога человек троицы. Ни один не может повторить. У меня один приезжал увлекся. Что есть другие спасители. Приехал из Сергова Лавры. В Загорске там оттуда. Я тогда, дай ему прочитать. 4-12 Деяния Апостола. Нет, другого не под небом данного человека, которому належало бы нам спастись. А у него, я узнал высшее образование, такое гуманитарное. Считает. Да что, это стиха дальше не считает. Мы на улице. Я говорю, ну, считай дальше. Он поставил, говорит, не могу. Ну, как не могу. Ты же видишь, вот я Библию открыл. Нет, другого не под небом. Не могу. Разворнулся и уехал обратно. Мы не знаем пленение ума от сатаны какое. Представьте себе этот шахмат. Ему там оплачивают. 3 часа и 4 часа почти с половиной летел. Сколько в аэропортах он был. Ему что, легко было? И он прилетел. Одна цель взять у меня интервью. Ни с кем больше не встречается. Заранее уже откупленная гостиница лучшая. Похвалился, показал какое. И как ему здесь будет? Какая студия? Развернулся и все домой. И что интересно, он составил, когда после этого свое, этот квадрокопер, который подлетает, вот так поднимается. Он говорит, чтобы нашу молитву Господь поднял. Может, пошутил. И там молились. Там всего немного. Он просил меня помолиться. И в конце подняли руки и молились. И он это все присоединил туда. И отзывы идут на это. Вот эти, ну, 3 минуты больше нет. 2 часа, которые были вместе. Он говорит, 4 часа. Вот эти 3 минуты, они втянули в себя все. И все говорят, как будто там были. Значит, мы должны заботиться. Главное, все, это связь с Богом, молитва. Ну, вот и все. Значит, не забыли, 12 мая, 5 часов вечера по-нашему. Если кто может. Чтобы его Господь там сохранил. Сейчас секунду. Один вопрос. Ну, я думаю, что он должен. Хатюшка. А можно вас спросить? Один вопрос. Тут возник. Вот по телевидению. И не только. В инете этого навала. Ну, службы. Там церковные. Или там молятся в куче. Ну, все мы понимаем, что это запись, что это было. Это прошло, может быть, полгода, год. И там, давайте помолимся. Он призывает, тот. То есть, ну, это ладно, там, по-моему. Но церковные службы передают, там, из Оренбурга. Хоть откуда. Как к этому относиться? Как к службе, или как к видео? Ну, что это такое? Потому что люди бьют поклоны, чуть ли не это, ну, что это? Когда смотрят. Да, когда смотрят по телевидению. То есть, конечно, в этом... Ну, если у тебя молитвенное настроение, ты можешь... Я молюсь тоже. Молись. Нет, атьфор. Ну, может, ты включил, что-то дома делаешь, что-то... Я понимаю. То есть, ну, это как служба. Как отнесутся к чему. А, понятно. Даже в храм люди приходят. Кто приходит, значит, с чувством, что я, говорит, был я там с с Богом пообщаться. А другой, говорит, да, приду, говорит, как интересно все, говорит, как-то по-другому все. Я, говорит, даже на меня это влияет, обстановка вся. То есть, посмотреть, как в музей приходит другая церковь. Да, да. Такое будет у тебя к этому отношение, так ты принимаешь. Понятно. Может, так и так принимаешь. Понятно. Молитва у нас бывает такая. Молитва, мы можем ты и не произносить слова про себя, можешь молиться. Может, вслух молиться. Может, двое-трое молиться. То есть, молитва... Рад, у меня вся молитву, допустим, поставить какие-то рамки. Да, да, да. Когда ты молишься, то, говорит, зайди, затвори дверь за собой. Да, вот надо и просто. Да, в тайне было. Да вы и не хотели. Ясно. А апостол Петр, при всем народе молитв, сразу три тысячи обратилось. Вот так было. Ну, это не через записи все. Это прямой эфир. Да, ясно. Сколько молились без записи? Люди две тысячи лет спасались без записи. Да, да, понятно. А сейчас мы уже, если службу не записали, то уже наказываем везде. О, батюшка не записал. Это что ж такое? Сколько потеряли там? Для интернета. Да, для интернета потеряли сколько. Я хотела еще, знаете, забыла, что я хотела сразу. Спасибо. Тамара, вот не ходит она уже давно у нас. Да. Я разговаривала с ее сестрой. Она недавно была. Она, у нее там и глаза, и, ну, еще прилепела с ней. Ну, меня вот волнует, почему она вот уже, наверное, давно не ходит. Почему она была? Она была недели три назад. Я просто запереживала, что у нее сестра ходит там, к снеговистам, или к кому-то она ходит. Нет, нет. Там пророк, там такое все излечивает. Ну, вдруг она вот, мало ли как, на нее так подействовала. Ну, нет, нет, она просто болеет. А Зубинская это узнала, вот случайно тоже. Живет еще, она живая, живет с сыном. И от всех поклон звонила из Казахстана Валентина, всем поклон передает. Оля звонила, Виктор Андреевич, сестра, тоже всем поклон просила передать. И звонила, знаете, вот позавчера, Рая Малюкина. Тоже всем поклон низкий передает. Кристина где-то в оркестре, с оркестром поет в ней. Так, я, Карина, деши, Варя, полминуты сказать. Дело в том, что за 8 месяцев в Потеряевке не записали ни одних занятий, ни чтения Златоуста, ничего, мертвая зона. Я вот про что говорю. А нас ждут люди. Таразия, ты говорил, сколько человек? Два человека. Еще раз повторяю, у меня 35 миллионов просмотров. И люди, когда смотрят, как идут занятия, я вот снимаю то-другое, люди учат, это школа. За 8 месяцев ни минуты не записали. Ну и божественные занятия идут, встречи, собрания, ничего нету. Ну это все нужно на голову смотреть. Это неправильно. Помогите за меня тоже, я сегодня уезжаю вот туда, в тюрьму. Правильно я говорю. Понятно. Помогите. Помогите. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смелым и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала. Господи, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву везде, не рух, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Дивный Господь наш, соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Любящий наш Отец Небесный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй этого Алексея, благослови. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Так, все, я забираю, а ты оставляешь это. Аминь.